Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодня мы с вами будем смотреть тему «Пирамида отношений» или, как это принято называть, «На чём сердце успокоится». В этом раскладе будет содержаться ответ на 10 вопросов. И это достаточно полно и глубоко позволит нам составить картину об ваших отношениях с загадным человеком или с тем, который придёт на расклад, которого вы сейчас узнаете на сигнификации. Моим подписчикам на Boosty я напоминаю, что сегодня там опубликовано новое видео на колоде Deviant Moon на тему «Его сокровенные мысли о тебе сегодня». Кто пока ещё не стал подписчиком на Boosty, заходите, я вам буду очень рада. И, кстати, там я даю ответ на вопрос моей подписчицы, что такое экологично-психологическом ключе. Спасибо огромное за поддержку. Увидимся на Boosty. Итак, это вы. Это загаданный человек. Или тот, кто покажется. Ну и дальше мы с вами посмотрим. Ваше прошлое. Ваше настоящее. Возможности и препятствия в паре. Что делать с этими препятствиями? Ваша роль в этих отношениях? Роль партнёра в отношениях? В чём ваше единство? Что вы хотите от этих отношений? Что хочет ваш партнёр? Что хочет ваш партнёр? И исход, итог, на чём сердце успокоится? Благодарю вас сердечно за финансовую поддержку моего канала, за донаты и на мою карту, и донаты на канале Boosty. Заходите. Очень буду вам рада. Да, и кстати, объявление для всех моих зрителей не из России, из любой страны мира. Теперь вам тоже доступен индивидуальный расклад. Донат можно будет сделать на Boosty. И таким образом я могу посмотреть вашу индивидуальную историю. Итак, ну что ж, о чём сердце успокоится? Вы, ваш портрет. Вероятно, сейчас что-то есть такое в прошлом, что вас больше занимает, чем то, что происходит в настоящем, и тем более какие-то мысли, связанные с будущим. Карта ностальгии, приятных воспоминаний, сентиментальности. Ощущение, может быть, что я всё сделала правильно. Я много всего сделала. То есть моё прошлое меня больше даже радует, нежели беспокоит. Какие-то тревоги, связанные с прошлым, отступили. И вы о своём прошлом, о своих прежних днях думаете в таких достаточно приятных лирических тонах. Есть ощущение удовлетворения от того, какую вы выстроили семью, от ваших взаимоотношений с родными, с друзьями. То есть для вас прошлое – это такой источник пополнения ресурса. О прошлом вам думать очень приятно, и вы периодически избираете эскапизм. Как бы убегание туда, в это уютное прошлое. Ваш загаданный человек сейчас. Сегодня у нас получается достаточно романтический в начале расклада, потому что у человека ощущение, что он испытывает настоящую эмоциональную привязанность. Он испытывает любовь, желание делиться, желание заботиться, желание отдавать эмоции своему партнёру. Это человек, который хочет быть рядом. Это человек, который чувствует верность, взаимность. Покупкам это могут быть такие отношения, которые не до конца реализовались физически, а присутствуют в его эмоциональной сфере. Но вот там, как он себе всё это представляет, для него это такая картина идиллическая. Тот партнёр, на котором он сейчас сосредоточен, будем думать, что это вы, его вполне устраивает. Ваш образ кажется ему идеальным, непогрешимым. Вы для него такой приятный стимул, мотиватор. Образ, который его вполне устраивает. То есть кажется почти идеальным. Итак, ваше прошлое загаданным человеком. По тройке жезлов у вас были какие-то грандиозные планы. Вы вместе строили какое-то будущее совместное. Абсолютно точно ваш этот маяк таким мощным прожектором светил в ту сторону. То есть вы нисколько не сомневались. Возможно, вы даже выстроили семью, родили детей. Или, по крайней мере, на начальном этапе, в прошлом вам казалось, что у вас вообще нет никаких преград, нет никаких препятствий. Ничего не может вам помешать. А в прошлом было очень много нацеленности на будущее. То есть ваши отношения начинались не просто с ощущения, что поживем-увидим, здесь и сейчас. У вас было ощущение, что с этим человеком вы пройдете такую долгую историю. И ваши планы совпадали. Ваше настоящее. Что сейчас между вами происходит в отношениях? Ну а вот сейчас вы зашли в некую трансформацию. Связано это может быть много с чем. Во-первых, прошло какое-то время, и это совпало с какими-то возрастными кризисами индивидуальными. Вы можете быть разного возраста. И каждый на своем жизненном пути столкнулся с какими-то испытаниями, с какими-то личностными вызовами. И, может быть, кому-то из вас, ну так или иначе, может, вынуждено пришлось пойти в какой-то духовный эмоциональный рост. И, естественно, это повлияло на ваши отношения. Карта смерти нам может говорить о том, что вплоть до того, что вам пришлось расстаться, разъехаться, как-то кардинально сменить формат ваших отношений. То есть сейчас то, что между вами происходит, да, вот вы подпитываетесь прошлым, а человек продолжает верить, что ваша идеальная картина взаимоотношений все еще возможна. По крайней мере, в его сознании она осталась неизменной. Но сейчас между вами какие-то глобальные изменения и трансформации происходят. Возможности и препятствия в вашей паре. В общем, в одной карте, да, и возможности и препятствия. Пятерка жезлов. Ну, смотрите, по пятерке жезлов карта говорит о том, что и в вас, и в вашем загаданном человеке достаточно много амбиций. Да, вы не пасуете перед какими-то вызовами судьбы. Вы довольно часто вступаете в конкуренцию, и в профессиональную, и в жизни такие ситуации случались. То есть у вас очень много соревновательного запала. И поэтому вы оба не из робкого десятка. Так это определим. Но, с другой стороны, да, пятерка жезлов, как препятствие, нам может говорить о том, что, возможно, если человек живет с установкой на некую победу и некую соревновательность, то даже в отсутствие какой-то глобальной войны и необходимости, человек начинает эти локальные войны создавать сам. То есть, понимаете, как будто бы подспудно что-то провоцировать. Не знаю, про вас это или про партнера, но речь идет о том, что кто-то из вас склонен раскачивать лодку, даже когда ничего не происходит. То есть уже все хорошо, уже можно наслаждаться, спокойно жить дальше. Но кто-то начинает вот искать какие-то препятствия или еще хуже искусственно их создавать. Это и возможности препятствия. То есть запас выносливости огромный, но лишь бы не уходить вот в эту ситуацию, когда на ровном месте начинаются создаваться какие-то трудности. Что вам делать с этими возможностями и препятствиями? По королеве мечей нужно очень хорошо разделять, где реальность, а где ваши умозрительные конструкции. То есть здесь именно про способность видеть, где есть реальная необходимость, вступать, например, в какую-то конфронтацию, а где вы уже себе сами додумываете, какой-то конфликт или какое-то недопонимание. Ну и здесь как будто бы карта про то, чтобы суметь подружиться со своими когнитивными способностями. То есть чтобы не хвост вилял собакой, а чтобы вы управляли своими мыслями. Здесь нужно взять некоторые свои такие установки, устремления под контроль. Ну условно говоря, вы выбираете, что думать. В зависимости от этого вы можете изменить ситуацию. Как говорится в известной фразе, если не можешь поменять ситуацию, поменяй отношения. Какова ваша роль в этих отношениях? Семерка кубков. Вы отвечаете в вашей паре за такое состояние романтической мечтательности. Ну и это не значит, что вы витаете в облаках и оторваны от какой-то рациональной жизни. Просто у вас есть способность, например, видеть прекрасное, замечать разнообразие этого мира. Возможно вносить какое-то творческое начало в ваши взаимоотношения. То есть может быть человек давно бы уже довольствовался какой-то бытовой жизнью, очень упорядоченной и предсказуемой, но вы не даете ему скучать. То есть вы в каком-то смысле такая прекрасная нимфа, фея. Еще раз повторяю, это не значит, что вы без царя в голове. Напротив, у вас очень богатое воображение, очень много всяких идей, как эту жизнь разнообразить, как ее сделать вкуснее, интереснее. И в этом смысле он видит в вас неиссякаемый источник ресурса и энергии. В чем роль партнера в ваших отношениях? Здесь карты нам, знаете, о чем говорят? Что может быть в вашей истории, либо в начале, либо сейчас, есть такой перекос, что иногда вы заходите в треугольник Карпмана, и ваш партнер злоупотребляет иногда или грешит тем, что впадает в роль жертвы. Или даже, предположу, что у вас есть какая-то такая склонность к этому синдрому Флоренс Найтингейл, знаете, такой сестры милосердия. То есть он иногда начинает какую-то разыгрывать ипохондрию, а вы начинаете его спасать. И вот если это так, то это такая история, с которой было бы хорошо разобраться. И даже если вы в это играете, главное, чтобы это было осознанно, чтобы вы понимали, что вы в эти роли заходите. Потому что когда люди начинают в паре играть в эту историю неосознанно, то там рано или поздно появляется и агрессор в этом треугольнике. Там, где есть спасатель и жертва, рано или поздно появляется каратель. То есть сначала вы спасаете, потом вы выдыхаетесь, устаете, и потом вы начинаете жертву обвинять. Но это неизбежно. Это такой механизм психологический. Поэтому как будто бы, не знаю почему, ваш партнер видит свою роль в том, чтобы иногда заходить вот в эту детскую позицию, а у вас сразу начинает проявляться материнская вот эта роль. Опеки, заботы. Я все решу, я тебе помогу, я тебя вдохновлю. Да, вот эта семерка кубков, она еще и про способность быть музой, да, вдохновлять на подвиги. Ну вот главное в эту историю не заигрываться. Если партнер начинает уже этим злоупотреблять, то и вас в конечном итоге это может привести к эмоциональному выгоранию. В чем ваше единство с партнером? Вероятно, с самого начала этот человек претендовал зайти именно в роль императора, то есть стать главным, единственным мужчиной в вашей жизни, то есть занять статус императора. И в этом смысле вы с ним были полностью согласны. Вероятно, до этого момента вы уже вдоволь насытились всякими эпизодическими отношениями, какими-то несерьезными. Поэтому если вы и намеревались захотеть в отношении с этим человеком, то только по-взрослому. Чтобы все роли были распределены не иначе, как вот это ваш муж, вы его жена, это эксклюзивные отношения, узаконенные или неузаконенные, это уже другой момент. Но самое главное, что вы друг для друга существуете, и больше в ваших отношениях никого нет, никаких дополнительных фигурантов. Это вас объединяет. Еще вас объединяет, конечно, достаточная властность. Вот по этой пятерке жезлов мы уже говорили о том, что и вы можете брать на себя ответственность, и он может брать на себя ответственность. И иногда, вот здесь посмотрите, вот эти два барельефа в виде таких баранов, иногда это может даже вас сталкивать в ваших интересах, потому что вы люди принципиальные, у вас как будто бы выстроен свой мир со своим уставом, то есть это целое такое государство со своей идеологией. И иногда вот ваши какие-то принципиальные выяснения отношения бывают непримиримыми. То есть вы в своих видениях непоколебимы. То есть это про властность, и это вас объединяет. Что вы хотите от этих отношений? Ну, конечно, вы хотите, чтобы в этих отношениях было тепло, уютно, чтобы там была возможность реализовать все свои амбиции, все свои желания. Это детская карта, то есть для кого актуально по возрасту. Это также и реализация своей фертильности. Продолжение рода. То есть вы хотите, чтобы это были такие отношения, вот полная чаша, чтобы был и дом, и уют, и тепло, и возможность вместе реализовывать планы, и рождение детей, или воспитание детей вместе. Если вы в прекрасном, солидном возрасте, то речь идет о том, чтобы принимать участие, например, в жизни внуков. В общем, это такая история про солнечную идиллию. То есть вам хочется, чтобы там было светло, тепло, уютно, царила гармония и взаимопонимание. Чего от отношений хочет ваш партнер? Ну, а партнер, посмотрите, не случайно здесь он у нас появился, вот в этой вот роли ипохондрика, да, по пятерке Пентакли, и с дефицитом. Это человек, который хочет с помощью вас, с помощью ваших отношений, осознанно или неосознанно, опять же, да, не будем забывать об этом, выйти из каких-то своих ограничений. Либо из каких-то психологических ограничений, либо буквально порвать с чем-то в своей жизни, что для него сейчас выступает в роли оков, метафорически выражаясь. То, что вот какой-то гирей на ноге у него висит, не дает возможности ему двигаться дальше. В вас почему-то он видит потенциал, либо вы в буквальном смысле можете физически помочь ему уйти от своего прошлого, да, переместиться в какое-то иное психологическое, эмоциональное, духовное состояние. Либо это человек, который понимает, что продолжая поддерживая контакт с вами, он сможет распрощаться со своими какими-то токсичными установками, которые сейчас не дают возможности ему выстраивать жизнь так, как он хочет. Ну и, наконец, исход, итог, на чем сердце успокоится. Прекрасная карта для финала – колесница. В вашей истории все может закончиться самым наилучшим образом, легко и радостно, как мы говорим обычно, да, потому что это карта триумфальной победы, движения, стремления в будущее. Если вы понимаете, что у вас с этим человеком достаточно совпадений, что ваши взгляды, воззрения на то, как выстраивать эту жизнь в дальнейшем, совпадают в большей части, да, если между вами существует открытый диалог, возможность честно делиться своими переживаниями и мыслями, то у вас есть все для того, чтобы получить желаемое. Здесь не убавить, не прибавить, да, больше я ничего к этой карте дополнить не могу. Единственное, я хочу вам пожелать, чтобы ваше совместное будущее вас приятно удивило. Да будет так. Ну что ж, мои любимые, вот такой получился сегодня нарративный расклад «Пирамида отношений» или «На чем сердце успокоится». Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об этом раскладе. С большим удовольствием знакомлюсь с вашей обратной связью. Благодарю вас сердечно за финансовую поддержку моего канала, за донаты, за оформление подписки. Если вам нужен личный расклад и в общих вам чего-то не хватает, вы хотите задать свою канву повествования, нарратива, свои вопросы, то находите меня в ВКонтакте или по почте, там я расскажу, как это можно организовать. Благодарю вас, друзья, что вы были эти несколько минут вместе со мной. Я вас очень люблю и обнимаю. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких сегодня и всегда и непременно приходите на новый нарративный расклад.